Так, ну, слушайте, эпопея про седые волосы продолжается, сериал. Мы вчера купили, значит, кто спасибо мне сказал, девчонки, у нас продается цветной шампунь Волверс. Мне кажется, вот, наверное, вы про этот и говорили, вот, Шварцкоп. Вот я вот этот покупала вместе с пенкой, той, вчерашней. Здесь написано, что это шампунь? Чуть я не вижу, что написано, что здесь шампунь. Вот такой серый у меня был, а вот этот вчера мы купили, какой-то розовый, такой, на упаковке написано. Кула, лилия, лилияк, блажь. Лиловый, лиловый, лиловый такой. Ну, вот, Семи Перманент. Не вижу я, что здесь написано шампунь. Ну, вот это или не вот это, вот, напишите, кто мне, девочки, вы советовали. Вот это от Шварцкоп. 5 долларов она вовсе стоит. Здесь внутри вот такая вот пачечка инструкции. Сейчас мы или вот этот выберем, потому что мне опять хочется покраситься. Оттенок немножко есть, но посмотрим еще. И вот такой еще от L'Oréal. От двух до десяти мытье цвет чеснат. Чеснат это, как орех-то, кедровый, кедровый, нет, каштан. А здесь вот написано, что это седые волосы не закрашивает. Сделать тест на аллергию. Это только на бесцвеченные волосы. Да, я думаю, на седые тени вас не покрасится. Этот цвет не обесцвечивает и не покрывает серые волосы. Ну, наверное, я его все тогда, может, и пробовать даже не буду. Чего пробовать, да? Мариночки его, да. И одну, вторую. Потому что у нее коньячки светлые. Так, а вот это, а эту. Сейчас посмотрим, что вот эта инструкция нам говорит. Вот в этом написано, что можно... Это добавляет немножко оттенок к вашим седым волосам. Здесь инструкция. Два тюбика надо, если длинные волосы. Проверить на гипоаллергенность 48 часов. Дай попробуем. Попробуем. С серой. Не охота попробовать. 10 минут. И после 10 минут смыть. Так. Похоже на... На такое, ну, как желе. Как кисель. Ой, с этим красками. Вот хочу сказать, сейчас такая... Такие времена, что мы делим с этими секретами. Представляете, вот со всем миром. По секрету всему свету. Нет. Люди обижаются. Кто-то там вчера отписываюсь. Кто-то там, значит... Мама, ты почему этого дядю смотришь? Это вроде меня каждый день смотришь. Я чуть ничего не понимаю. А что это такая... Вместо того, чтобы сказать, Мария, спасибо, ты рассказываешь, как ты ухаживаешь за собой дома, а не в салоне, куда ты ходишь. Самый простой. Пойти в салон, отнести, заплатить деньги. И все. И тебе сделают красавицу. Правильно? А вот дома. Вот сейчас. Тем более тюбик. Вот эта вот недорогая краска. Ты раз себе красоту сделал. Тем более мы сидим в карантине. Ну, надо какие-то положительные искать в карантине. Чего обижаться-то? Вот обижаются, отписываюсь, до свидания, приписываюсь. Ребенок спрашивает, чем ты дядю смотришь? Вообще ничего. Ну, что детский сад, девчонки? Я чуть ничего не понимаю. Главное, расстраиваются из-за того, что у меня седые волосы. У меня сестра не расстраивается, мама не расстраивается. Уж у меня мама такая обычная. Она, ой, ты почему не покрасишься? А это, говорит, уже она и ту поняла, скажет. Ну, раз, ну, я говорю, мама, мне так нравится. Она, говорит, ну, ладно. Ну, то есть, нахуй, нам какие-то периоды в жизни разные. Ну, вот, значит, у меня в 60 лет такой период настал, когда я вот сейчас буду краски. Я в молодости не красилась в разными цветами. Мне нравилась длинная, красивая. У меня свой цвет очень красивый был. Мне нравилась. А что же я буду... 10 долларов. Вот эта краска стоит 10 долларов. А, на селе. На селе это вчера было. Ну, как-то такой цвет на перчатках. Вот, смотрите, какой-то такой свекольный, что ли. Что, будет 10 минут. Сейчас досеку. Я истратила, наверное, на половиночку или даже меньше вот этого тюбика. Давай. Так, промаживаем хорошо там, где больше седины. Массируем. По консистенции похоже. Вот совсем, конечно, от того мусса отличается. Мус очень воздушный. Вот вчера, которым мы красились. Вот опять, если бы краска, Марин, накрасьте, не мучайся. Опять вот эти вот борозды, когда начинает отрастать седина, когда седины много. Поймите, вот у кого нет седины. И даже если я сама крашусь, мне просто не хочется. Ну, мне-то хочется вот сейчас попробовать, экспериментировать. Почему нет-то? Вот вчера она такая пенистая была. А эта вот плотная, как краска. Посмотрим. Может быть и цвет хороший. И буду вот так раз 10 минут вообще не мешать. Нет, химия-то не идёт нам в волосы. С раком надо смыть, а то, не дай бог. Я так делаю раз. И седину сюда промазанную. И надо вот это, видно, что... Вот видите, как она, как у обычной краски. Вот эта вот граница здесь закрашивается. Сейчас я... Вот перчатки у меня такие теперь стали. Сегодня ещё и завтракать не успела. Приняла душ и прям охота попробовать. Сами знаете. Как говорят, охота, пуще, не воле. Да, закрашивается кожа. Вот если оставить... Так, уши. Отмываем уши. И вот это место. На коробке тоже вот нарисован. Вот здесь цвет вот такой. Прошло 10 минут. Смыла волосы. Ну, что, момент правды. Давайте посмотрим, что у нас... Чего у нас получилось. Так, ну, красного ничего не получилось. Уже хорошо. Оттенок, я думаю, есть. Сейчас его надо выс... Сейчас мне выс... Так, помните, я вам вчера говорила про всевозможные вот такие помадки в коробочках? Вот я такими очень люблю пользоваться. Но их тоже опять методом тыка только ими можно. Для своей волосы. Насколько они у вас лёгкие или тяжёлые. Для... Чтобы структуру ваших волос держать. Поэтому, девчонки, если кто знает, вот такие неплохие, кому нравятся, вот у кого есть, посоветуйте. Они вот такие. Крема. Есть тянучие, есть гели. Вот этот немножко тяжеловат. У меня есть ещё где-то... Не могу найти. Там чуть-чуть осталось. Но я его заказывала с Америки. Как-то он вторая лайф называется. Этот вот немножечко тяжеловат. Но всё равно. Вот, смотрите, я высушила. Вот так на концы сейчас нанесу. И задам то направление, которое мне нравится. Я вот... Вы опять пишите. Покрасьте, не мучайся. Ну, вот... Пенсионеров-то тоже много. А пенсионерам никто не отменял. Пенсии-то маленькие. Вот дома вы купили шампунь. По-моему, получилось неплохо. Вот так на 10 минут нанесли. И всё. Вот это вот здесь. О чём ещё? Так сюда. Оп. Вот это мне нравится. Оно вот такое придаёт законченность. То есть вы волосы укладываете в том направлении, в котором вам надо. И потом, если вы хотите, конечно, потом можно зафиксировать лаком. Я вот... У меня было бы... Вспомните, буквально вот... Ну, недели, может быть, три назад. У меня обе стороны были одинаковые. Сейчас вот я решила опять отпускать вот эту сторону. Мне нравится по длиннее. Пообъёмнее. И я уже постригла вот она. Теперь эта сторона уже отличается от этой. Так, расчесываем брови. По-моему, получилось очень даже хорошо. И так, естественно, мне кажется, это у нас сегодня было с вами бинго. Бинго. Так, и последний штрих. Смотрите, какая красивая помада. Я знаю, что кто-то спросит. Девчонки, помада от Диора 0,24. Сейчас я ей накрашу губы. И будет завершённый вид. Смотрите, кому нравится, не нравится. По-моему, получилось очень хорошо. Так что, кто пенсионеры, девчонки, или кто считает свой бюджет. А я считаю, что бюджет свой считать всегда надо. И денежки всегда нужны. Поэтому, смотрите, как хорошо получилось. Вот сейчас, если бы я куда-то шла, я бы немножечко ещё это лаком зафиксировала. Чтобы не разлеталось. Потому что я делала, вот я хочу сказать. Если бы я делала сейчас какое-то укладочное средство, они бы сейчас были пожёстче, они держались. Потому что, вы видели, я просто смыла вот эту шампунь, краску. И сразу стала укладывать. Я не наносила укладочное средство. Потому что у меня волосы не очень любят не все укладочные средства. Опять, мне никуда не надо идти. Ну, по-моему, получилось. По-моему, получилось очень хорошо. Вот, краску помните какую. Так что, вот, эксперименты-то у нас удачные. Говорят, Марина, да уж, сдавайся и покрась обычной краской. Вроде не мучайся. Вот, видишь, never ever give up. Никогда не сдавайся. На этом не заканчиваю свои эксперименты. Будем пробовать ещё. Будем покупать ещё другие краски. И пользоваться другими красками. Всё, пока. Съёмка закончена. Пошли завтракать и монтировать видео для вас. Продолжение следует...